Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели. В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Итак, продолжаем радоваться жизни за окном 18 градусов тепла. Чего же не радоваться в конце концов? Тем не менее, радость это, наверное, недолговечно. Ну, как минимум, в контексте того, о чем мы сегодня будем говорить. За эфиром мы с моими гостями сегодня общались. Говорим, не будем сегодня о плохом говорить. Но не получится, видимо. Собрались-то мы по другому поводу. Не по поводу восхищения погодой за окном, а по поводу анализа текущей ситуации на финансовых рынках. А им нехорошо. Чего там признать? Приходится признать. Так, прежде всего я представлю гостей. Сегодня в студии Наталья Лесина, начальник аналитического отдела группы компании «Алор». Добрый день, Наташа. Здравствуйте. И Елена Чернолецкая, директор аналитического департамента Московского фондового центра. Добрый день, Лена. Еще я не привык. У нас сместилось время вещания. Добрый вечер, добрый день. В общем, здравствуйте, уважаемые дамы. Я рад вас видеть. Давно вы вместе не собирались в этой студии. Ну и есть основания поговорить о том, что происходит на финансовых рынках. Тема пессимистичная, ну, по крайней мере, звучит это так. Финансовые рынки под властью агрессивных распродаж. Ну, учитывая текущую ситуацию, может быть, агрессия-то несколько улеглась. Посмотрим. Значит, я напомню прежде всего. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Это возможность позвонить в студию и задать вопрос. Также есть сайт компании финал.фм. Это возможность написать и задать свой вопрос. Ну, либо поделиться собственным мнением по поводу происходящих событий. Я начну традиционно с того, что нарисую картину маслом. И так, 15.05 в Москве. И так, что происходит на финансовых рынках. Ну, наверное, стоит начать с того, что вчера американские индикаторы закрылись достаточно сильно в отрицательной территории. Потеряли там, ну, если на круг примерно по 2%. Начало ли это полумасштабной коррекции, тоже вопрос. На него, наверное, сегодня мы сможем ответить. Далее, Азия сегодня разнонаправленно торговалась. Япония чуть присела, Китай чуть вырос. Наши ребята вот уже оба сейчас в положительные территории вошли. Ну, видимо, отскакивают. ММВБ чуть больше, РТС чуть меньше. Далее смотрим на сырье с замиранием сердца. Бренд ниже 100 долларов за баррель. И мы неоднократно называли это критическим уровнем. Ну, в определенном смысле психологически важным уровнем. Вот ниже чуть-чуть. 99,77 за бочку торгуется этот сорт нефти. Золото продолжает американские, не знаю, как это назвать, американские горки. Там что-то с ним происходит. Такое отскок буквально за последние 8 часов. Отскок порядка 70, да, сколько там, 1300, почти 90 долларов отскок. Сейчас вот 1380 за унцию торгуется металл. На валютном рынке, как ни странно, относительно спокойно. Все основные валютные пары в узких, достаточно узких диапазонах, в том числе евро-доллар. Вот сейчас он топчет вокруг 1,31 сверху снизу. Ну и набор голубых фишек разнонаправлен. Традиционно отметить, наверное, среди роста, да, среди тех, кто вырос сегодня. Росгидро 2,5%, по проценту с лишним прибавляет ВТБ до 1,2%, Сбербанк скромнее 0,3%. А лидер падения Ростелеком теряет 3% в моменте. Ну и надо сказать, что рубль немножко укрепился после вчерашнего очередного ослабления. Сейчас он торгуется чуть лучше, чуть ниже, точнее, 37,50. Вот такова картина маслом. Ну и давайте, если позволите, уважаемые дамы, начнем с некого широко глобального взгляда на вещи. Что происходит, Лен? Причем я подчеркиваю, Лен, несмотря на то, что на улице наконец-то весна, что происходит на финансовой? Они этого не чувствуют? Помянем минуты молчания. На самом деле, тут можно по-разному относиться. Видимо, спекулятивный и среднесрочный фондовый российский рынок уже практически отсутствует. Вчера день был очень интересный. То, что мы вчера увидели, пробитие очень серьезного уровня 1380 по ММВБ и фактически срыв стопов и закрытие маржин-колов. То, что мы видели вчера. При такой конфигурации по нефти может означать то, что для коротких инвесторов, для краткосрочных инвесторов российский фондовый рынок действительно закончился. Мы можем сейчас увидеть какие-то отскоки, но пока это все еще не конец. Надолго покупать рано, продавать, в общем-то, уже поздно. Ну, подожди, закончился, слово страшное такое. Действительно закончился, да. На какое-то время? Нет, ну, конечно, на какое-то время. То есть, действительно, сейчас просто надо ждать, надо ждать выравнивания позиций, потому что очень сильный дисбаланс на рынке. Первый дисбаланс на самом фондовом рынке, когда часть бумаг уже достигла уровня 2008 года, часть бумаг стоит еще очень высоко, причем даже выше своей фундаментальной стоимости. То есть, вот этот дисбаланс должен быть как-то разрешен. Второй дисбаланс, который мы видим у себя, это проблема между долговым рынком, рынком акций и рынком валют рублевым. То есть, у нас еще пока сильно, ну, не совершил все свои движения рубль, пока еще слишком крепко стоит. Очень много денег и очень высоко стоит долговой рынок. Там сворачивания еще даже не было. То есть, вот перераспределение финансовых потоков должно быть в этом ключе. И третье, это такой уже крупный, такой на макро уровне, должно быть перераспределение средств между основными мировыми экономиками и основными мировыми рынками. Не закончилось переформатирование денежных потоков между Штатами и Европой, а также между Японией и другими основными регионами. Ну, и также между всеми и развивающимся, по развивающимся рынкам. Вот когда эти дисбалансы уйдут, тогда можно будет формировать какие-то позиции. Ну, пока застыли, что называется, ждем. — А еще раз, скажи, вот это формирование закончится, в какой момент мы как об этом узнаем? Вот сейчас, я так понимаю, все в основном смотрят на американский рынок. — Мы об этом узнаем, когда, во-первых, немного стабилизируется сырьевой рынок. Вот сейчас, на самом деле, происходит вполне логичное движение. Это, наконец, происходит выход всех инвесторов из золота. То есть, такой абсолютно фундаментально не нужный никому актив. Ну, фундаментально на этих уровнях, даже на этих уровнях он очень дорогой. — На этих вот на сегодняшний, да? — Вот то, что мы видели, 1300 — это пока еще очень дорого, например, для ювелиров, для тех, кто именно потребляет золото. То есть, пока еще очень дорого. Все остальное — это спекулятивный навес. И он должен полностью уйти, наконец, либо в реальные активы, либо в те активы, которые обеспечены денежными потоками. Те или иные валюты, либо там ценные бумаги. Вот когда этот процесс закончится, это раз. Это будет очень хорошо видно, когда закончится волатильность на сырьевом рынке. То есть, когда некая боковая фаза пойдет. А второе — это перераспределение между валютами. То есть, когда стабилизируется как-то японский рынок вместе с иеной, вот это вот сильные колебания. И когда евро-доллар, вот сейчас тоже такой процесс стабилизации, уровень где-то 1,3, может быть, 1,4, вот в этом русле, может быть, там с небольшими отклонениями в эту сторону, вот этот рубеж, он должен сохраниться достаточно долго. Вот тогда мы можем говорить о формировании каких-то уже длинных макроэкономических трендов. — Сейчас, пока, сейчас, да, все очень спекулятивно, все очень халитно. — И мы стоим в таком очень, в отдельной фазе от всех рынков. — Да, мы как-то отличаемся, да, в нехорошем. Наташа, как ты смотришь на происходящее событие? — Нет, ну на российском рынке, конечно, покупать еще, соглашусь с Еленой, еще рано, поскольку все-таки, несмотря на то, что на российском рынке мы обновляем минимумы, хотя Америка стоит, соответственно, на исторических хаях, вот все-таки стоит посмотреть на Америку. На Америке еще даже не началась фактически коррекция. То есть там один день снижения явно не показательный. — Ну это конечно. — Соответственно, если Америка все-таки начнет корректироваться, она все равно начнет корректироваться. То есть, соответственно, российский рынок, который не реагировал на хорошие сигналы из Штатов, на негативные, он тоже среагирует. И на мой взгляд, то, что мы видим на российском рынке сейчас, это далеко не дно. То есть мы будем еще дальше падать. Мне кажется, что, соответственно, и там отметка та же там 1300, она не устоит. Если посмотреть на 2012-2011 годы, то увидим, что индекс МВБ свое снижение приостанавливал к какому-то магическому просто числа 1242 пункта. Что так индексу нравится, это отметка. — А что тут магического интересного? — То, что индексу так нравится этот уровень. — Для него это некая магия. — Мне кажется, что и в этом году тестирование, я думаю, что мы можем увидеть. — Наташа, если говорить о техническом, об уровнях, есть смысл вспоминать уровни восьмого года, вот эти посткризисные, на них ориентироваться? Ну, имеется в виду, что до них еще допадаем или, может быть, и... — Мне кажется, нет. Пока еще можно ориентироваться на 2011-й, все-таки 2012-й. Пока еще... — Не так все плохо, да? — Да, пока еще можно на эти уровни ориентироваться. Но вот, соответственно, если мы обновим и минимумы, соответственно, 2011-2012, то тогда можно и будет о 2008-м поговорить. Но пока все-таки, мне кажется, такие слишком негативные прогнозы делать рано. Поскольку все-таки на российском рынке действительно уже все активы очень сильно просели, нерезиденты продолжают выходить с российского рынка, конечно, они еще... — Они остались хоть еще нерезиденты? — Ну, на мой взгляд, еще позиции все-таки не до конца закрыты. То есть мы видим, конечно, позиции постепенно закрываются-закрываются, но это еще, опять же, не конец. То есть за счет вывода дальнейших средств, соответственно, мы также видим продолжение распродаж. Но все-таки, в первую очередь, конечно, хочется увидеть снижение в Америке. Вот, наконец, когда стартует эта долгожданная коррекция, мы еще тогда грохнемся, и вот тогда уже можно будет покупать. — Здорово. — Забавно, да, что сейчас главная цель — это дождаться, когда же, наконец, грохнется Америка. — Да, но тогда можно будет спекулятивная привлекательность российского рынка все-таки повысится, потому что сейчас довольно сложно даже спекуляции какие-то делать, потому что Америка, соответственно, на хаях, а у нас надо шарты открывать. И это как-то довольно странно выглядит. — У нас есть звонок, и звонок, я так понимаю, нашего слушателя, который переживает по поводу событий на рынке драгметаллов. Павел, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. — Добрый день. Я совсем не переживаю. Вот я смотрю на уровне 2008 года. Золото, ноябрь, значит, марта 98, 959, 48, и ноябрь 28, 862, 92, перед самым кризисом. Ну что, падение 20, 49%. И что? — Хорошие цифры просто. Они так ностальгически звучат сейчас. — И что? Ну и что? Нет, цифры хорошие. Отношение хорошее между падением, так сказать, которое было между мартом и ноябрём. 2008 года, да, и что? И как-то это спасло ювелиров от того, что начался рост. Ювелиры из бумаги делают золото, не будут, понимаете? Они же не будут из бумажных расписок, которыми сейчас переполнен рынок, так сказать. Вы же понимаете, что количество золота на земле, так сказать, оно... — Оно конечно, оно конечно, да? — Оно составляет собой, там, скажем, как говорится, девятиэтажный дом. Кубик с его размером, так сказать. И всего больше нет. Остальная бумага. — В чём вопрос, Павел? Вопрос в чём у нас сейчас просто? — Ну, вопрос-то в том, что стоит ли воспринимать вот эти спекулятивные движения определённых финансово-промышленных групп... — Не уходите, не уходите! — Итак, друзья, продолжим. Продолжим наш сегодняшний эфир. Сухой остаток на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях Наталья Лесина, начальник экономического отдела группы компании «Алор» и Елена Чернолецкая, директор аналитического департамента Московского фондового центра. Мы продолжаем обсуждать текущую ситуацию на финансовых площадках. К сожалению, не дослушали мы вопрос нашего слушателя Павла. Ну, насколько я понимаю, вот он дублирует свой звонок ещё и в интернет-варианте. Я прочту. Вопрос, откуда паника по золоту такой звучит, собственно. Такие падения бывали и ранее. Ну и дальше вот он пишет, да, восьмой год, ноябрь, март 8-го, 950, ноябрь 760, падение 28-го. И что? И что? Откуда паника по золоту? Ну, может быть, дело не в панике, да, Лена? Нет, дело абсолютно не в панике. Просто нужно понимать, что вот тоже Павел говорил, что ювелиры будут покупать по любым ценам. Они не будут покупать по любым ценам, потому что точно так же, как любая промышленность, ювелирная промышленность работает на запасах, которые уже имеются. Это, во-первых. Во-вторых, есть определённый баланс спроса предложения в реальной промышленности точно так же. Например, за прошлый год мы видели очень сильное падение именно реального спроса по золоту, по ювелирным украшениям, что очень серьёзный спрос перешёл в серебро, например, в серебряные изделия. То есть ни традиционный сезон свадеб в Индии, ни переход правительства и смена правительства в Китай, что должно было спровоцировать большой спрос на золото, спрос на золото не вызвал. Повышение было очень небольшим, то есть меньше, чем обычно в обычный год. Потом последние слухи спекулятивные, да, возможность продажи Кипра золота. Да, то есть потом надо понимать тоже, ювелиры не покупают 100% этого золота, которое есть на рынке. То есть они покупают очень небольшую долю, а в доле промышленности золота падает с каждым годом, с развитием просто новых технологий. И золото всё больше становится инвестиционным инструментом, то есть либо это перекладка в центробанки. Я допускаю, что, может быть, если не Кипр, то ряд действительно центробанков могли избавляться от золота. В прошлом году уже были, в начале этого года были большие продажи со стороны центробанков, официальные. Включая тот же Китай, Бразилию, многие другие страны. А во-вторых, есть большой спекулятивный навес в том же золоте. То есть всегда была парадигма, что если на рынках всё плохо, мы идём в золото. Сейчас парадигма очень резко изменилась, что если всё плохо, все идут в доллар. Более того, ФРС, давайте не будем вдаляться в теорию заговора, ФРС просто создала вполне логичную экономическую ситуацию, в которой доллар становится наиболее действительно крепким инструментом, потому что ФРС нужен приток внешних инвестиций. В какой-то теме безальтернативным. Безальтернативным, да. То есть в Европе проблемы есть такой общий страх развала еврозоны. Я в этот страх не верю, но он существует, тем не менее. Япония ослабляет свою валюту, то есть она сейчас с другой стороны. И ФРС, которая заинтересована в притоке инвестиций к себе же в страну, вовнутрь, они могут проводить сколько угодно много программ КУЕ, но они не проводят их для того, чтобы ослабить доллар. Мы видим, что доллар сравнительно крепок ко всем остальным валютам. И поэтому золото, оно в таких условиях просто никому не нужно. И более того, там уже теория заговора, да, то есть все будут способствовать, что спекулятивная активность золота, конечно, уменьшалась. Понятно, понятно. Так, хорошо. Ну, будем считать, что на вопрос Павла мы ответили. Наташа, добавишь что-то, нет? Да, я добавлю насчет золота. Действительно, в плане того, что спрос на золото, как инвестиционный такой инструмент, он сокращается, потому что все со временем забывают о том, что именно золото — защитный инструмент. И вот по поводу того, что доллар действительно стал самым таким защитным активом, потому что проблемы в США все равно идут в доллар. Проблемы в Европе все равно идем в доллар. И в любых ситуациях инвесторы выбирают доллар. И получается, на золото оказывается под давлением таких разнонаправленных, можно сказать, факторов. С одной стороны, все-таки золото как бы защитный инструмент, но с другой стороны, золото номинировано в долларах. И вроде защитный инструмент, номинированный в долларах, он, получается, не может и расти с одной стороны, но и падать очень сильно он, в принципе, тоже не может. Поэтому мне кажется, если все-таки, опять же, в Штатах будет сформирована коррекция, то, на мой взгляд, золото, оно будет торговаться так довольно волатильно, может быть, все-таки с тенденцией понижения за счет крепкого доллара. То есть здесь надо еще отметить, да, что правильно Наташа упомянула, поскольку доллар, в основном, да, золото торгуется за доллар, то становится таким обычным спекулятивным рисковым активом, да, который покупают, чтобы заработать и продают, чтобы избавиться. Проще купить доллар, грубо говоря, да, квази-доллар, чем уже покупать золото, которое еще не имеет никакие фундаментальные проблемы. Совершенно верно. Вот и все. Ну, кстати, у нас, Наташа, я вот позволю себе не согласиться в том смысле, что как раз из этой парадигмы следует, что не факт совершенно, что американский рынок пойдет на глубокую коррекцию. Потому что та же парадигма, что мы все сводим в доллар, она не предполагает сильных провалов по инвестиционным инструментам. И мы даже, если посмотрим все индикаторы волатильности по американским индексам, то сейчас вот то падение, которое было вчера, там, 2,5%, по-моему, оно фактически вот краткосрочный уровень коллекции уже исполнило. То есть сегодня, может быть, какой-то провал вниз по американцам и уже новый подъем наверх. Долгосрочные, они, конечно, шире, но они не настолько шире, чтобы вызвать какое-то сильное падение. То есть понятно, что сейчас ни ФРС, ни американский рынок, он не готов к падению более чем, допустим, на 7-10%, даже в долгосрочной перспективе, чтобы не вызывать, опять-таки, паники в долларе. Но даже процентов, если на 10 Америка упадет, то на сколько же упадет российский рынок? Нам даже роста американского хватало, чтобы упасть, поэтому нам не важно. Вот в этом вся и загадка, что если, соответственно, Америка росла, мы падали, то что будет с российским рынком, если Америка будет падать? Есть ли у нас кому еще падать? Найдется. Да, да, да. Дурное дело не хитрое, как я в таких случаях. Давайте в этой связи, да, мы говорим сейчас, идет сезон корпоративной отчетности, Америка достаточно уверенно, если говорить об индексах, об индикаторах фондового рынка, достаточно уверенно растет. Вот что может быть причиной той самой, Наташа? Просто, ну, как бы гипотетическое ожидание или гипотетическое... Причина, почему Америка растет? Нет, нет, почему настанет коррекция? Ну, на мой взгляд, это просто исключительно будет скорее какие-то технические факторы, да, потому что все-таки Америка, она очень сильно перегрета. Несмотря на то, что действительно сейчас каких-то фундаментальных предпосылок для значительных провалов все-таки, на мой взгляд, нет, но, тем не менее, Америка уже слишком высока, и покупать ее на этих уровнях уже, я думаю, мало кто захочет. И просто вот именно, чтобы сформировать какие-то более привлекательные уровни, Америка может упасть. Конечно, да, там коррекция не будет такой, ну, скорее всего, такой очень уж значительной, но все-таки коррекция, на мой взгляд, будет. Ну, тогда давайте найдем повод, у нас в марте рассматривается Госдог США в мае, прошу прощения, рассматривается Госдог США, то есть, я так понимаю, что... Это может быть поводом, да? Это может быть большим серьезным поводом, потому что, во-первых, ФРС, я так понимаю, аккуратненько открещивается от того, что будет помогать при нерешении этой проблемы, то есть, они уже много раз об этом заявляли, что они отойдут в сторону, это всех пугает. Второе, как это не смешно, это сейчас очень будет смешно звучать, это изменение рейтинга, то есть, понятно, что эти рейтинговые агентства, они себя уже, по-моему... Изжили. Изжили, да, то есть, они репутацию свою испортили, как только могли. Но тут проблема в чем еще? Очень многие инвестиционные фонды, они просто пока еще не исключили показатели рейтинга из своих списков, то есть, списков инвест-стратегий, что если ААА, то он ААА, то есть, это один уровень актива, если не ААА, то мы должны сокращать эту долю актива. То есть, если такой риск возникает, то инвестфонд могут просто на опережение снизить ряд американских активов, все все понимают, но инвест-декларация так написана. И вот перед этим как раз... То есть, если рейтинга падает, да, я вынужден продавать, я вынужден избавляться, да. Вы работаете автоматом. То есть, может быть, на этом фоне какое-то сокращение. Как раз техническая коррекция, вот о чем Наташа говорит, достижение технических уровней уже длинной волатильности, вот те, по моим расчетам, это порядка, там, в среднем 7% максимум, я думаю, что не больше, в ближайшее время не больше, да, и затем уже мы формируем просто такой широкий боковой канал по американскому рынку. Широкий боковой канал в этом случае, да, будет говорить о том, что российский рынок отпадает, да, и найдет какое-то дно, и в этом случае можно... Ну, соответственно, да, обычно мы в мае, соответственно, падаем, и дальше мы уходим в боковик. Но вот насчет технических коррекций хочется добавить, что обычно, когда рынки хотят падать, то все равно на каких их поводах, они могут, Америка может просто абсолютно любой повод. Ну, понятно, то есть потом притянут за уши, да, и скажут, вот, оказывается, причина. Корею вспомнят, еще что-нибудь вспомнят, я думаю, что здесь проблем с поводами не будет. То есть нам повода особенно искать не приходится. Хорошо, хорошо, с Америкой более-менее ясно. Кстати, если говорить все-таки о поводах, ну, уже не в отношении коррекции, то статистика, да, последняя статистика достаточно хороша выходит по Америке, что не скажешь, по Европе, по Германии сегодня, да, в частности, выходили индексы ожиданий инвесторов, индекс там, конечно, условий, по-моему, вышли так не очень, не очень хороши. В этой связи, с этой точки зрения, что можно ждать от Европы, Лен, как ты думаешь, в ближайшее время? По Европе я сейчас ничего плохого не жду. То есть то, что о них рецессия они объявили еще в начале года, они четко разделили, что никаких проблем с евро не возникнет, это вот одно из последних выступлений Марио Драги, когда он сказал, что нет никакого плана Б и вообще речи о развале еврозоны не идет. Это как раз то памятное движение, когда евро шел с 1.27 на 1.29 буквально в течение одного часа. И я думаю, что сейчас Европа решает проблемы больше политические и такие структурные. То есть мы видим, что Франция достаточно жестко взялась за дефицит, за борьбу с дефицитом бюджета. Уже никто не кричит на тему, что давайте не будем создавать банковский и фискальный союз, все-таки все движутся именно в этом направлении. Проблемы мелких стран как-то решаются, включая Грецию. Программа, как уже многие шутят, деньги в обмен на поцелуй, что Греция что-то обещает, Европа ей тоже что-то обещает. Все нормально. Сейчас для Европы главное сформировать тот союз, на основе которого они будут двигаться дальше. Они плавно к этому идут, я думаю, что и лицессию они переживут таким образом, именно избавляясь от лишних неэффективностей в экономике. То есть какие-то неэффективные предприятия, серые банки, серые схемы. Вот это все постепенно отсекается, отсекаются все внешние спекулятивные инвесторы. По поводу серых банков, серых схем, ты имеешь в виду прежде всего последние события на Кипре? Скажем так, это последние, но события на Кипре на самом деле все очень удивились, но это были не новые события. То же самое было почти сделано в Греции. То есть в Греции был основной актив от облигаций и благополучно всех внешних инвесторов, ну, держателей, будем говорить, прямо просто кинули. Сказали, что в частности Кипр. Да, все, давайте идите отсюда. Заговорились. Всем спасибо. Здесь сделали то же самое, просто у Кипра не было облигаций, у него были банки. Там все внешние инвесторы, всем спасибо, все свободны. Я думаю, что они еще раз повторяют в какой-то варианте эту схему, но они действуют абсолютно четко. Все, кто внутри Евросоюза, остаются внутри Евросоюза, им все издержки рано или поздно будут погашены. Все, кто вне и угрожает как-то вот именно финансовой стабильности, банков облигается и так далее, они постепенно отсекаются, ну, их просто выдавливают из этой системы. И вот до момента полностью стабилизации системы они будут держать рецессию. Подожди, а есть все-таки, сейчас я скажу, нет парадокса какого-то, да, если говорим мы о том, что уже второй раз, первый раз в Греции с держателями облигаций, второй раз в Кипре с держателями банковских вкладов, провоцирует ситуацию, когда внешние, да, нерезиденты Евросоюза, если можно так сказать, будут говорить, что я не буду в европейских банках держать. Зачем они им сейчас нужны? То есть, да, также, допустим, Германия, Франция, они прекрасно привлекают деньги другими способами. То есть, многие немецкие облигации, долговые инструменты, они уже в отрицательной зоне, они уже не на нулевой, да. Деньги привлекают, у них есть возможность привлечения инвестиций. Есть возможность привлечения инвестиций там в реальный сектор экономики, в той же, допустим, Германии, пожалуйста, и в Испании, и в Италии, там есть сектора, которые по-прежнему пользуются спросом у инвесторов. Но вот спекулятивные схемы, вот то, что было с недвижимостью в Испании, с облигациями в Греции, да, там, с банками на Кипре, которые могут теоретически в дальнейшем угрожать стабильности, это, конечно, надо убирать. И вот этим они и занимаются. А этим они и занимаются. Сейчас мы прервемся в эфире новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем обсуждать текущую ситуацию на финансовых площадках. Ну, преимущественно так получилось, что мы говорим сегодня о зарубежных финансовых площадках. Видимо, в этом есть сермяжная правда жизни. О родимом рынке говорить особенно нечего, как Лена выяснилась, да, о нем либо хорошо, либо ничего. Хорошо не получается. Поэтому мы немножко воздержимся от разговора о нем. Итак, я напоминаю, мы обсуждаем сегодня поведение основных финансовых инструментов. И в гостях у меня Наталья Елесина, начальник аналитического отдела группы компании «Алор», и Лена Чернолетская, директор аналитического департамента Московского фондового центра. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы или делитесь собственными наблюдениями, в частности, под тем параметрам, которые вас интересуют, уважаемые слушатели. Итак, дальше, дальше, ну, о рубле, наверное, есть смысл сказать о рубле, что происходит с ним, с бедолагой Ю. Ну, хотя, с другой стороны, он достаточно уверенно держится вот в диапазоне 31,80-30,80, и может быть, даже в какой-то момент, может быть, даже в какой-то перспективе, да, кратко-среднесрочной оттуда и не выскочит. Наташа, как ты считаешь, что будет с рублем в ближайшем? Ну, мне кажется, что российский рубль по отношению к доллару только начал свое падение. Только начал падение. Да, мне кажется, что падение будет продолжено, и мы увидим довольно еще значительный рост, соответственно, пары доллар-рубль. Действительно, российский рубль хорошо довольно держался за счет высоких цен на нефть, в частности, что, соответственно, мешало сформировать такую значительную атаку на рубль. Но уже сейчас нефть стоит меньше 100 долларов, поэтому это дает полное право участникам рынка, соответственно, продавить рубль на более... Кстати, если говорить об атаке, вот на прошлой неделе мы можем, да, наверное, употребить этот термин. Была атака, но ее быстро, значит, некто Центробанк, Российской Федерации, он ее быстро остановил, эту атаку. Нет, ну, средства Центробанка не безграничны. Мы все прекрасно помним, что было, ну, конечно, это очень довольно утрировано для данной ситуации, но все-таки, что было, соответственно, в кризис, когда Центробанк долгое время старался удержать рубль от ослабления, но потом понял, каких вообще средств, чего это, соответственно, стоит Банку России. И, конечно, он постепенно все-таки отошел в сторону. Соответственно, сейчас может повториться такая же ситуация, пока Банк России еще удерживает рубль от дальнейшего ослабления, но мне кажется, он скоро все-таки, ему придется отойти в сторону и дать паре доллар-рубль уже подрасти хорошо. Ну, поводом для этого, да, во-первых, продолжение изменения цен на нефть в сторону понижения, если нефть идет ниже ста, соответственно, никакой Банк России не вмешается в эту ситуацию держать рубль не будет. Да, Лен? Ну, скажем так, что там вспоминать кризис, когда еще, помню, марта 2012 года, когда, знаю, рубль был достаточно силен, и потом просто Центробанк отошел в сторону, и движение было там, по-моему, если не ошибаюсь. А 34, вот замечательная сейчас отметка, произошло в течение двух недель, то есть вот так бывает, когда его держат слишком долго. Потом рубль вот своей крепостью, скажем так, это, наверное, сейчас российский фондовый рынок должен быть обязан в нынешней ситуации, и ему в том числе, потому что была создана достаточно длинная ситуация, когда невезиденты прекрасно сюда приходили, в том числе под акции, закупали очень дешевый доллар, и с долларами выходили просто обратно. Ну, великолепно такой колитрейд получился у очень многих, да, при этом другие активы были обделены. И сейчас, да, я вот согласна тоже с Наташей, конечно, рубль, он только начал все это движение, и сейчас я думаю, что 34 такой среднесрочной перспективы, это хороший первый уровень, просто мы его видим все на графике, он там второй вершинкой просится туда. Я думаю, что если рубль где-то останется на уровне 34, хотя бы какое-то время, это может дать такой шанс для притока денежных средств и на финансовый рынке, когда просто перекладка из рубля в доллар, и постоянная перекладка из рубля в дешевый доллар, она просто прекратит свою, будет стать бессмысленной, когда доллар приобретет некую равнозначную равновесную цену, более справедливую. На этом уровне мы можем увидеть какой-то приток денег. Пойдет ли он выше? Я думаю, что пойдет. Пока мне уровень и 36 на этот год вполне нравится, но вот 34-36, я думаю, что пока он был бы оптимальным. Но только изменение цен на нефть, еще раз повторюсь, извините. Нет, абсолютно нет, абсолютно нет, как раз то, что отток не резидентов, то, что цены на нефть, они пока... Мы видели эти цены в прошлом году, мы видели цену и 98, и 100, там и 103, цена эта, она не новая на самом деле, ничего не изменилось. Во-первых, это рецессия в российской экономике, которая продолжается, в общем, правительство уже признало. Отток капитала, он уже признан, то есть уже Минэкономразвитие сказала, что они уже не ждут никакого притока по итогам этого года, и более того, по 2014 году они тоже уже не ждут притока. Они прогнозы свои ухудшают. Они ухудшают прогнозы, то есть понятно, что рубль будет просто фундаментально падать, снижается экспортная выручка, опять наступает вот эта вот проблема между повышением акцизов и снижением цены на нефть, то есть очень комплексная проблема на самом деле, рубль фундаментально будет падать, то есть цены на нефть тут абсолютно уже не причем. То есть даже нет других вариантов? Других вариантов уже практически нет. Центробанк действительно, у Наташи правильно описывает схему, что Центробанк может какое-то время поддерживать, но чем дольше он это держит, тем более резким будет движение наверх, которое мы увидим. Тем более фактически это намного хуже для российской экономики, потому что в частности те же очереди, но не у обменников теперь, а соответственно в банках. То есть на самом деле ничего хорошего такая политика Банка России на самом-то деле не приносит. Конечно да, Банк России может надеяться на то, что вроде как сейчас есть это давление, а не сдержат, и соответственно дальше может быть ситуация улучшится, и вроде как и Банк России постепенно отойдет в сторону. Но почему-то так обычно все-таки не получается. И Банк России сдерживает рубль, и получается это как какая-то пружина. То на раз резко и отстреливает. И вот в этом случае как раз и появляются условно говоря очереди, появляется паника. В частности да, как сказывается на населении. Но не стоит еще забывать о компаниях, о реальном секторе. Плюс банки, плюс уровень ликвидности, плюс тот факт, что допустим если бы в прошлом году рубль бы оставили в районе 33-34, такой справедливый бы уровень, мы не видели бы такого оттока капитала сейчас. Просто смысла бы не было уходить из рубля. А сейчас этот смысл пока все еще существует. То есть пока вот эта вот фундаментальная цена достигнута не будет, то отток капитала будет приложен. Кстати, упомянули вы, ну по крайней мере прозвучала фраза политика Центрального банка. Я просто хотел бы услышать от вас какие-то комментарии в связи с выбором новой главы Центробанка, приходом госпожи Навиулиной. Ну и разговорами вокруг смены этой самой политики. Насколько это реально и правильно в нынешней ситуации? Ну я могу предположить, что новая глава Центробанка, она госпожа Навиулина будет более гибким управленцем в этом смысле, потому что она и финансиста опытная, она и в правительстве работала. То есть она может в данном случае представить интересы вот нескольких вот таких политических линий, ну групп мне не очень нравится, скажем линии вот этих политических. Плюс я думаю, что она прекрасно понимает, как все экономисты, что ослабление рубля, с ослаблением рубля уже бороться бесполезно, то есть есть уже другие факторы, кроме Центробанка. Нет смысла бороться за монетарную инфляцию, потому что монетарная инфляция с реальной инфляцией расходится уже настолько сильно, что это только становится более болезненно уже для тех же банков. Есть смысл постепенно ослаблять рубль, если он ослабляется, постепенно все-таки смягчать ставку, просто, что может быть не быстро, дать немножко возможность вдохнуть экспортерам, но тут возникает другая проблема, то есть не слишком ли это уже поздно. То есть все равно не сможем ли бы избежать вот этих скачков и по рублю, и по провалам в доходах, и третье, это, конечно, по банкам, по уровню любвиности. То есть не получилось ли так, что это надо было делать один год назад. Сейчас это, да, это будет, конечно, такая мера более гибкая, там мы увидим какую-то, может быть, продуктивность от этих мер, если они будут введены, но они сейчас уже с очень большим запозданием. И не случайно, да, и прогнозы экономического развития снижаются, да? Ну, в общем, да, сейчас уже может быть что-то уже сделать, оно, то есть мы будем выходить из рецессии более длинным, более тяжелым путем, чем это можно. Ну, все-таки это лучше, чем ничего. Сейчас уже, да, смотреть назад на Биулине действительно довольно сложно. И, соответственно, ей остается только смотреть вперед и думать о том, что уже сейчас можно сделать. Потому что, да, конечно, какие-то возможности были упущены, но сейчас все-таки стоит, да, действительно стимулировать экономику, как-то ее поддерживать. Тут надо будет просто пройти так между Сциллой и Халиброй, да, что, с одной стороны, уже и снижение ставок, смягчение политики может вызвать и резкий скачок инфляции, потому что накопленная денежная масса очень большая и очень сильно зажатый рубль, да, а с другой стороны, и не делать этого невозможно. То есть сейчас даже не упущенные возможности, а как предотвратить новые риски, которые были связаны с упущенными возможностями. Ситуация очень шаткая, я не знаю, как они. Ну, скачков, мне кажется, уже в любом случае не забежит. Ну, еще, я так, извините, уж лирическое отступление меня еще больше печалит, то, видите, новые глава, дама тем более, да, и, так сказать, хозяйство-то уж очень запущенное в ее руки сейчас. Хозяйство запущенное. Запущенное хозяйство. Ну, будем надеяться. Что она справится, конечно, конечно, мы будем в это верить. Еще один момент, связанный с недавней статистикой по Китаю, вот, да, я хотел, собственно, этот вопрос вам задать чуть раньше. Ну, не далее, как в понедельник, да, по-моему, там очередная порция статистики по Китаю вышла, разочаровала, да, по динамике ВВП, что там промпроизводство, там, да, хуже ожиданий. Кстати, многие связывают падение цен на сырьевые ресурсы именно с этой статистикой, да. Во-первых, так ли это, да, насколько, опять-таки, смотрим мы все на Китай, ну, и какие перспективы, Наташа? Нет, на Китай в любом случае смотрит, потому что на рынках много спекулятивного капитала, который не может просто не отреагировать на такие важные новости. Соответственно, как только вышла китайская статистика, на рынках сформировались такие резко негативные движения. Это не только на сырьевом рынке, это было и на мировых финансовых рынках, фондовых рынках. То есть негативная статистика разочаровывает инвесторов, да? Конечно, особенно по Китаю. Потому что действительно просто есть, еще сохраняются какие-то надежды на то, что Китай мог бы быть локомотивом роста, мировой экономики. Мне кажется, вот Китай локомотив роста, это уже как синонимы, и многие уже отождествляют китайскую экономику, как вот именно экономику с опережающим ростом. И, соответственно, на нее все-таки участники рынка надеются, и, соответственно, довольно резко обычно на нее реагируют. Ну, а надежда их оправдана, как ты считаешь? На то, что китайская экономика будет локомотивом роста? Да, локомотивом неким. Мне кажется, локомотивом это уже, наверное, нет. Но то, что ситуация в китайской экономике будет лучше, чем во многих других, я думаю, да. Потому что есть поводы надеяться на опережающий рост. То есть, в первую очередь, даже за счет стимулирующих программ, потому что есть там и хорошие инфраструктурные программы, что, соответственно, поддерживает экономику страны и дает ей возможность, соответственно, хорошо так развиваться. Лен, ты по поводу локомотива. Во-первых, по поводу статистики, что все так панически среагировали. На самом деле, статистика абсолютно пока укладывается в собственные прогнозы Китая. То есть, у них прогноз 7,5 годовой. Они показывают 7,7 пока. То есть, есть еще первый квартал, он, в принципе, для Китая не самый лучший. Там очень длинные новогодние праздники китайского Нового года. В принципе, медленный квартал. Поэтому пока ничего не случилось. Вот эта реакция, она была чрезмерной. И более того, то есть, сейчас вот сегодня, по-моему, или вчера, Дж.П. Морган снизил прогноз с 8,3 на 7,9. Ведь это все равно они почему-то пытаются закладывать лучше, чем закладывает сам Китай. А Китай нарисует столько, сколько ему надо. То есть, как оно там на самом деле, это никто не знает. Это раз. Во-вторых, Китай сейчас обладает уникальной ситуацией. Он обладает уникальным потенциалом по внутреннему спросу. Если сейчас цены на нефть хотя бы немного будут снижаться, вот до уровня 98-100, это уже серьезный и очень мощный толчок в плане стимулирования внутреннего спроса. Они снова смогут закупать ресурсы, смогут повышать темпы своего развития. Но он не будет теперь локомотивом глобального роста, потому что происходит некое сегментирование. Теперь каждый регион работает просто сам на себя. Возвращаемся к реальной экономике, к глобализации. Китай работает на внутренний спрос, и даже правительство заявляет о том, что необходимо стимулирование именно внутреннего спроса. Европа и Штаты постепенно вытаскивают свои предприятия из Китая для того, чтобы поддержать внутренний уровень занятости. То есть, понятно, что уже лучше поддержать испанских рабочих по тем же ценам, что и китайских, чем поддерживать китайских. Тем более, да, разница уже невелика. Разница уже невелика, да. Поэтому каждый регион начинает замыкаться сам себе, и каждый регион будет находить свои внутренние какие-то локомотивы для развития. То есть, Китай глобальный спрос он уже не поддержит. Только сам себе. Кстати, говоря о локомотиве, да, и о спросе, и о... Уже, к сожалению, нет времени. Давайте послушаем еще раз новости на Финам.ФМ, а потом продолжим разговор. Ну что ж, последняя часть сухого остатка. 12 минуточек у нас осталось. Я напомню с удовольствием, что в гостях сегодня Наталья Елесина, начальник аналитического отдела группы компании «Алор», и Лена Чернолецкая, директор аналитического департамента Московского фондового центра. Как всегда, мы достаточно, на мой взгляд, по крайней мере, широко рассмотрели вопрос, текущую, да, динамику, текущую конъюнктуру на финансовых рынках. И в продолжении разговора о локомотивах, Лен, Наташа, вот я хотел бы такую идею еще подбросить. Идея не моя, идея одного умного дяденьки. Он был у меня на прошлой неделе в студии. Он в поисках локомотива все-таки пришел к выводу, что локомотивом выхода из кризиса, да, локомотивом, за которым пойдет все мировое сообщество, вся мировая экономика, будет Соединенные Штаты Америки. И он в данном случае вспомнил еще о некой сланцевой революции, да, о которой мы уже давно говорим. Не все, правда, понимают, что это такое. Вот. Лен, прокомментировать как-то... Ну, здесь, в общем, все довольно логично, то, что он пытается сказать. Это, я бы сказала, что это не стало бы говорить, что вот есть конкретно США, в данном случае есть Европа, есть такой некий Американ и Европейский мир, который приходит вот к этой новой системе, к новой экономической системе. Что мы понимаем под сланцевым газом? Мы можем понимать, это даже не вот сланцевые месторождения как таковы, а то, что и Штаты, и Европа сейчас постепенно, с помощью там новых технологий, с помощью альтернативной энергетики, то есть можно вспомнить программы Европы по альтернативной энергетике, можно вспомнить вот эти американские программы по сланцевой нефти и газу, они переходят на независимость от энергоресурсов. Это первое. Ну, или от внешних, да, можно сказать? От внешних, да, конечно. Именно от внешних. То есть они сокращают как можно сильнее, сокращают долю внешних энергоресурсов. Это позволяет, опять-таки, вот о чем я и говорила, замыкаться внутри собственного региона. То есть вот то, что делает Китай отдельно, США отдельно, Европа отдельно. Замыкаемся внутри единого региона. Затем, я думаю, что следующий этап, действительно, то, о чем очень многие говорили, что исландцевый нефть и газ, во-первых, очень неэкологично, а во-вторых, это все-таки дорого. То есть это хорошо на текущих уровнях, когда именно разорвать связку со своими же текущими поставщиками, от которых и Европа, и Штаты очень сильно зависимы. К сожалению, так... Кто это, если не секрет? Ну, я думаю, что это помимо там арабского мира, я думаю, что не секрет, что это и мы в том числе. Что в дальнейшем это уже переходный период с помощью нефти и газа, и затем уже переход на новые технологии. Я думаю, что Германия не сильно обманывает себя и мир, когда говорит, что к 2017 году сможет на 70% перейти на альтернативку. Цифры очень масштабные. Я думаю, что все-таки, если она уверенно так называет такие цифры, они более-менее реальны. Пусть даже не 70, но хотя бы 50. Это будет очень хороший показатель. Я думаю, что то, что сейчас заявляют европейские ученые, что постепенно будут вводиться какие-то новые технологии, это, может быть, и водородные технологии, которые уже существуют. Затем нефть и газ пойдет на то, на что они должны были идти изначально. Это все-таки химия, а не сжигать нефть, не топить ассигнациями. Давайте все-таки перейдем на химию, перейдем на более тонкую переработку нефти. Вот это сейчас мы увидим такой очень серьезный переходный этап в глобальной экономике. Поэтому, конечно, такой американо-европейский мир, они будут лидерами планеты. Но ты настаиваешь, да, что вот этот регион инновационный, так для него говорите, это именно американо-европейский мир. А тут можно между ними оставить там, кто из них будет первый. Это абсолютно в данном случае неважно. Сейчас у нас лидирует Америка. Вопрос в том, что Европа делает это все, она делает это более медленно, но более грамотно. Медленно, но более грамотно. Да, ну то есть тут вопрос, кто будет. Я думаю, что Америка когда-то... А то, что все-таки Европа с этой точки зрения несколько разношерстна. А вот я думаю, что она как раз и держит сейчас сама себя в рецессии, чтобы за счет рецессии, за счет вот то, что мы говорили, за счет выдавливания всех внешних рисков, за счет сокращения рисков, да, и расчистки экономики, суметь провести структурные реформы внутренние, чтобы убрать разношерстность. Да, да, ну, кстати, в этом есть логика, да, что если ты не можешь что-то сделать, да, или не хочешь сначала, потом не можешь, то наступает период, когда жизнь заставляет ее это делать, и в данном случае, может быть, да, ситуация, которая сейчас, экономическая ситуация, которая в Европе, она на благо. Наташа. Мне кажется, что все-таки, если говорить о том, кто вытащит мир, я бы, наверное, все-таки остановилась только на США, и, наверное, Европа все-таки немного так в сторону подвинула, потому что, несмотря на то, что действительно Европа пытается оздоровить, скажем так, европейскую экономику, но все-таки проблемы того, что страны все-таки, ну, слишком они разные. Структурные проблемы, да, не столько экономические. Да, слишком они, ну, сложно их объединить, то есть даже, да, они движутся к какому-то единству, но это все равно сложно, и, на мой взгляд, это ненадолго. Опять как создали, соответственно, Евросоюз, Еврозону, просуществовали довольно беспроблемно какое-то время, и потом раз, и, соответственно, сразу провалились в дыру. Вот мне кажется, опять, соответственно, такая же ситуация будет, то есть достигнутых каких-то таких мер хватит, на мой взгляд, ненадолго. В то время как США, соответственно, от данных рисков, все-таки страна очищена. И мне кажется, что вот именно США, пусть не так качественно, как Европа, но, тем не менее, Штаты будут лидерами. Ну, на самом деле, в Европе есть только один, скажем так, член Евросоюза, который никак не впишется в новую структуру, причем абсолютно уже понятно, что никак. Я так понимаю, что вот эти вот все проблемы с Банковским фискальным союзом, все остальные уже согласны. То есть согласна Франция, почему так замолчала, переговоры с Германией все проходят отлично. Испания сейчас активно встраивается в немецкую структуру занятости. То есть Германия сейчас проводит активные программы смены всех гастарбайтеров просто на испанцев и итальянцев. Ну, то есть там полномасштабное выдавливание всех нелегалов и полноценной программы трудовой помощи. То есть сама континентальная Европа объединяется уже достаточно логично. Единственный член Евросоюза, который очень мешает, это Великобритания. Что забирайте все свои фунты и идите отсюда. То есть вот от Сити, почему сейчас Брюссель проводит активно политику выведения операции в евро из Сити все-таки Брюссель. Это может быть Франкфурт, это может быть Париж, это может быть любая крупная европейская биржа, но оттуда 70% сейчас в евро проходит. Ну, смотри, учитывая взаимосвязь Великобритании, ну, старого, нового, когда... Нет никакой взаимосвязи между Великобританией и континентальной Европой. То есть сейчас она в текущей ситуации в Великобритании мешает. Вот эта вот такая сложная финансовая структура в Великобритании, достаточно закрытая и непрозрачная, она мешает более промышленной Европе. То есть там, где основа идет именно на промышленности. И она корректирует меры Евросоюза, когда Великобритания либо согласится с этими мерами, либо вот то, о чем он говорит, что проведем референдум и выйдем. Я думаю, что вот этого момента, я думаю, ждет сейчас Берлин. То есть так постепенно и спокойно. И то есть он пойдет на этот шаг, да, если даже ультиматизм... Я думаю, что до этого момента как раз и не будет какого-то глобального развития в Европе. До этого момента будет вот эта вот такая мелкая перепалка, что давайте заберем все операции в евро из Великобритании во Франкфурт. На самом деле это логично, да, что евро находится все-таки не в Великобритании, да. Давайте заберем эти операции. Но это 70% от общего оборота евро в мире. То есть мы можем понимать, что случится в этот момент с экономикой Великобритании, где промышленность составляет очень небольшое... Ну, с Кипром некорректно было бы сравнивать, да? Ну, с Кипром некорректно. Нет, но размеры все-таки масштабы не те. Да, немножко другие, но имеется в виду, да, вы тоже вот видите, вся экономика, ну и там большая ее часть завязана именно на банковском секторе. Ну, в том-то и дело. А Европа, она не настолько зависит от банковского сектора, если она сможет внутри себя замкнуть и валютные операции, да, то есть когда поток, такой кэш-поток, скажем так, финансовый поток между Нью-Йорком и Европой будет идти не через Сити, а все-таки между Нью-Йорком и Берлином, например, напрямую, Нью-Йорком, Брюсселем, вот тогда как раз вот эти два центра, как Штаты и Европа, они смогут подниматься уже более-менее. Ну, смотри, а что нужно для решения вот этой задачи? Политическая воля, воля или там технологии какие-то? Это, первое, политическая, во-вторых, юридическая воля, то есть необходимо подписать фискальный банковский союз. Я так понимаю, что согласно уже Франции, согласно Германии, согласно более-менее Бенилюкс, несмотря на вот такие вот, в кавычках, некоторые странные заявления, что они курят все-таки голландские представители. Ну, так они голландские. Ну, да, и можно. Согласно уже Испании, Италия сейчас в своем политическом кризисе, там непонятно пока что, но прогрессию мы не говорим. А британцы как на это реагируют? А британцы реагируют крайне негативно, потому что... Господин Кемерон вообще, я так помню, некоторое время назад, ну, я так понимаю, это был шантаж такой. Банковский союз это означает, что ЕЦБ будет фактически контролировать британские банки. А, ну, понятно, что это вот... Не нравится Британии, да. Но мне кажется, еще вот здесь такой момент, все-таки, да, действительно, если Британия так отойдет, скажем так, от общеевропейских дел, то мне кажется, что ближайшие, кто, соответственно, может оказать Великобритании помощь, это, соответственно, штат. Поэтому я думаю, что просто в Великобритании пройдет какая-то такая, можно сказать, глобальная какая-то реформа в плане того, что Великобритания произойдет переориентацию. Вот именно с еврозоны окончательная ориентация пойдет на штат. Конечно. И, то есть, в любом случае, здесь такой ситуации, как в Кипре, соответственно, не будет, потому что Кипру-то особо, можно сказать, и помочь-то некому, то здесь понятно, кто поможет. Нет, ну, логичная такая будет, просто такая фрагментация, наконец, мира, что есть англо-солнский мир, с его какой-то финансовой системой, да, есть мир континентальный Европа. Вот когда это разделение произойдет, тогда уже будет понятен вектор развития одного и второго. Ну, мне кажется, вообще так давно надо было сделать, потому что даже исторически Великобритания, она как-то к штатам тяготеет. Согласен, согласен. И тем не менее, все-таки я не услышал или, извините, не понял, Лен, как сама Британия-то к этой идее относится? Британия относится пока негативно, то есть она шантажирует выходом из Евросоюза. Из Евросоюза. Но я так понимаю, по последним заявлениям и Берлина, и Парижа, что ну давайте, вперед. То есть сейчас уже заявления идут на это, то есть если до этого они говорили о целостности Евросоюза, то я думаю, что процедура выхода из Евросоюза на стране, которая никак на самом деле не разорвет какие-то экономические связи, то есть чем опасен выход Кипра? Это еврозона, это единое пространство. Там Греция, Испания, Италия, это единое пространство. Несмотря на то, что да, это вот такое вот доля ВВП. Тем не менее, это будет менять вот какие-то экономические потоки внутри еврозоны. Все равно удар по евро в любом случае. Выход из Великобритании, из Евросоюза, он ничего не теряет. То есть понятно, что торговые линии, они разорваны не будут, они никак не связаны. Валютных линий совместных там нет. А, собственно, евро Берлин и так уже хочет оттуда забрать очень сильно. Поэтому там будет чисто формальный такой юридический вопрос, который будет решен. Ну, посмотрим, как это будет. Ну да, это очень интересно. Посмотрим, как это будет. Кстати, если все-таки подобная договоренность возникнет, ну, может быть, без особых нервов, рынки в целом как это воспринимают? Позитивно? Я думаю, что сначала негативно. То есть именно такой прецедент, что развал Европейского Союза. Поэтому так аккуратно и к этому вопросу подходит. Я думаю, что когда, ну, это будет очень такой, может быть, короткая шоковая реакция. Когда будет понятно, что никакие экономические связи не разорвались из-за этого, то все придет в стабильности. Ну, здесь надо сказать, что, да, во многом это зависит еще от политиков, от нынешних политиков. Они могут это сделать так, что никто и не... Таким соусом они это преподнесут, а во-вторых, смотря какая ситуация в тот момент на рынках будет. Может быть, действительно это будет буквально шоковый какой-то провал и все, и на этом окончится. Может быть, и даже не такой сильный провал. Да, это надо сказать по ситуации. По ситуации. Мы, кстати, некоторое время назад, если вспомнить, когда очень часто мы сериал под названием, помните Греции с вами обсуждали? Нет, только вспомнила как раз. Да, ну вот видишь. Я просто аналогию... Санта-Барбара. Да, Санта-Барбара, греческая Санта-Барбара. Мы тоже, да, оценивали вероятность выхода из еврозоны. И тогда вот эта фраза тоже звучала. Ну, какова будет реакция? Ну, сначала негативно, да, там резкий провал, а потом все поймут, ну и хорошо. Ну, с Грецией еще как было? Сначала, когда, в принципе, только начала вот так массироваться, соответственно, греческая тема, сначала действительно, если бы сразу это объявили, был бы очень резкий провал, и даже, может быть, не сразу бы какой-то, да, отскок был. А потом просто затянули очень сильно. Да, очень сильно затянули, все уже свыклись. Если бы Греция вышла из еврозоны, ну, может, был бы там какой-то провал, все бы сказали бы, ну, может, так и думали, так уже и знали. Ну, наконец, все это закончилось. В Греции уже все мечтали, чтобы это кончилось хоть как-нибудь. Ну, пока с Грецией все нормально. На самом деле не обсуждался вопрос выхода из Греции, из еврозоны такие. Панические были настроения, именно потому, что развал еврозоны никто не хочет. У нас в Великобритании ситуация совсем другая. Огромное спасибо, Наташа, Лена, еще раз я вас представлю. В гостях сегодня были Наталья Лесина, начальник аналитического отдела группы компании «Алор», и Елена Чернолецкая, директор аналитического департамента Московского фондового центра. Ну, мы обсудили текущую ситуацию, и возможностей для развития огромное количество. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание, успехов на рынке. До свидания. Продолжение следует...